Программа ГКЧП вернусь к истокам, и у нас тот гость, который был в первом эфире, он и вернулся. Рептилоидовед, Дмитрий Трещанин снова в нашем эфире. Дмитрий, категорически. Привет. Привет. Спасибо. Да, вы начинайте, вы ведущая. Нет, нет, давай ты начинай. У нас нестандартная программа. Начинай. Так, ты подготовился к эфиру вообще или нет, я не понял? Нет, ну вообще, я всегда готов к любому вашему эфиру. А, хорошо, я понимаю. Ладно, давай, короче, Дмитрий был гостем нашего первого эфира и в этом году, и вообще в программе ГКЧП, поэтому мы год завершаем с нашим любимым гостем. Потом мы, кстати говоря, расскажем, почему именно Дмитрия выбрали, но после того, как он выйдет из эфира. Зато я узнаю. Зато ты узнаешь. Я уже пошел, пока, ребят. Да, хочет послушать все-таки, узнать. В чем дело? Давай, мы с Губарева вот закончили. С Губарева закончили. С Губарева закончили. Великие фразы, великие хефиры. Крайняя тема, да. Крайняя тема. Дмитрий, расскажи, почему ты поклонник Павла Губарева, если бы тебя пришлось эгитировать за него на выборах народных губернаторов. Мне нравится, ты в разных временах конструируешь разные части. Презон-профиг был раза два. Сложно подчиненного предложения. Очень сложно подчиненный. Давай. Ты знаешь, я поклонник Павла Губарева как географа. Он великий географ. Ты знаешь вообще эту историю? Нет. Жги. Короче, если я не ошибаюсь, это 2014 год, еще до всей фигни. Павел Губарев уже провозгласился каким-то там народным губернатором и ведет народ на восстание. И где-то, по-моему, это происходило в Харькове. И, видимо, Харьков не то чтобы совсем не знал, но, видимо, приехал первый раз. Или он был не очень трезв. И он ходит с толпой журналистов по Харькову и ищет какое-то определенное здание. Что-то вроде там... Я не помню, какое здание, честно говоря. Он искал что-то вроде там... Если не ошибаюсь, они искали казначейство. Они искали казначейство, потому что хотели завладеть деньгами. И он повел толпу, они дошли до Курада. Потом из толпы крикнул, там нет казначейства. Журналисты, которые приехали, не знают, где казначейство. Павел Губарев не знает, где они. И вот они ходят по всему Харькову и ищут казначейство. И, честно говоря, если бы вот так дальше и продолжалось до 2023 года, то Павел Губарев ходил бы и искал по Харькову казначейство, а оно бы, например, от него каким-то образом пряталось. Это был бы идеальный сценарий развития конфликта. Так что Павел Губарев... Да, это прекрасная история. Я надеюсь, что хотя бы они поняли, что в Харькове, может быть, и в другой город вообще собирались, на самом деле. Да, слушай, мы с тобой разговариваем про теории заговора периодически. Два раза сколько виделись, один раз виделись, разговаривались, второй раз поговорим, получается. Появилась новость на прошлой неделе о том, что Николай Платонович Патрушев ликвидировал Евгения Викторовича Пригожина. Тебе прям тяжело удалось вот это, Платонович. Да, да, да. Ну, слушай, у нас на обложках ГКЩП уже не получается с двумя глазами стандартный Патрушев. Там у него тоже теперь четыре глаза. Поэтому, да, Планктонович, как можно про него сказать. Как вы знаете, главный антигерой-злодей в губке Спанчбобе – это Планктон, а у нас есть свой злодей-антигерой, вот он Планктона речит. Планктона получает. Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, ты прочитал эту заметку, веришь ты ей или тоже считаешь ее теорией заговора какого-то? Ты знаешь, у меня как раз по поводу этой заметки сложилась другая теория заговора, и она заключается, если помните, мем такой «Ясь рыбы моей мечты». Вот такого язи я поймал, помните? Да, конечно. Совсем как вчера, 2012 год. У меня артистизма не хватит воспроизвести этот «Ясь». Смысл в чем, что в этой заметке очень многие детали. Такое ощущение, что в кабинете находились условно говоря два человека – Путин и Патрушев. Звонит Евгений Викторович тогда еще живой и говорит «Дядь Вов, дай снаряды». Причем говорит это достаточно грубо. Ну, дядь Вов, это не снаряды А ты слышал, что он когда-нибудь шепотом говорил? Я не слышал А в этом виду мы его много успели послушать Так что тихо он не может произносить сообщение Да, да, да Соответственно, Патрушев это воспринял Как некое нарушение субординации И после этого якобы у него возник как раз вот эта вот Мысль, что пора как бы Все уже, прощаться с этим человеком Причем насильственным путем И, ну, допустим, в этом кабинете Было еще там еще два или три человека Но стали бы эти два или три человека Сообщать об этом Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост Кому угодно, да, Волстри Джорнл Но это как бы, ну это все Это тоже билет на самолет в одну сторону Как бы, без посадочный перелет Разумеется, это могло быть То есть такая утечка могла быть Ну, на мой взгляд, только сознательно Кто это мог сделать? Ну, явно не люди, которые ниже по званию, по рангу И, соответственно, боялись бы это сказать И у меня из этого родилась как бы Единственная, как бы, правдоподобная Ну, вторая правдоподобная версия Что этого вообще ничего не было И с Волстри Джорнл говорил Что, что вообще ничего не было? Пригожина не убили? Да, вообще ничего не было Да, Бавел Губарев до сих пор ходит и ищет казначейство Вот А вторая, собственно, версия Что это, собственно, Николай Платонович Через своего какого-то связного Передал журналистам Что да, я это сделал Ребята, я этим горжусь Вот такой ясь Рыба моей мечты Вот такой Евгений Викторович Наемник моей мечты То есть, по большому счету Кроме как Такой похвалой Самопохвалой Я реально эту заметку объяснить могу Только если это вообще полнейший фейк И источник, соответственно, был абсолютно Ну, смотри Я вот В Волстри Джорнл Честно тебе скажу Какой-то такой откровенной клюквы Про Россию Не помню Да, да Это очень хорошая заметка И очень хорошо написана Она очень хорошо объясняет роль Николая Платоновича Внутри структуры Очень хорошо описывает его, собственно Жизненный путь Вот это вот И там Есть моменты, где ссылаются На какого-то полковника Или подполковника Бывшего сотрудника спецслужб Но Там довольно много еще ссылок На американскую разведку Вот к ней у меня больше доверия Чем к каким-то источникам Из бывших Российских Спецслужбистов Ну просто потому что Американские разведчики Как раз довольно точно И про войну готовящиеся Рассказывали И так далее Как будто Ну вот В радиоэлектронной борьбе Они довольно неплохо Преуспели Нет, слушай Там очень интересно Описан на самом деле Вот этот вот источник С которым они разговаривали Что это Бывший спецслужбист Который находится На связи с ныне То есть это не какой-то там Перебежчик Предатель Типа Калугина А это человек Который как бы Ну Чекисты бывшими Не бывает То есть он типа Уехал на запад Но по-прежнему Как бы В контакте Со своими коллегами То есть не считается Предателем И не подвергнутым Астракизму Да И мы с Захаровым На самом деле Так вот Прикинули Кто это мог быть Это вот как бы Лебедев Который Владел газетой Индепендент И его сын Владеет еще Так у него сын Владеет ею до сих пор Банкер Лебедев Тем не менее У него Сын Барон Сибирский Ты чего Барон Сибирский Да Или это Бывший глава РЖД Якунин Тоже спецслужбист Который якобы Не живет в Германии Вот Может быть Это кто-то Вот такого ранга Но не публичный И через него Действительно Николай Платоныч Мог передать привет Ребята Привет Это я В общем-то Надоумил этих Товарищей Жонглировать На кокаининых Гранатами В самолете Да Ну и причем Мне кажется Это же вообще Такая история Где Ну Никто не стеснялся То есть Потому что Как можно Ликвидировать Пригожину Ну или вообще Как можно поверить В то что Ну самолет С опальным Бывшим Главой ЧВК Который устроил Мятеж Ну он через пару Месяцев Полетел И упал Случайно Совершенно А президент Потом говорит Да ну они Сами там Кокаином Значит Подразбрасывались И гранатами Раскидались То есть Это какой-то Уже такой уровень Откровения Когда люди Не морг Люди Четырьмя глазами Моргают Как Патрушев У нас на обложке Кстати говоря Буквально Слушай А когда он моргает Он делает это Последовательно Или параллельно То есть Четыре глаза Раз Два Три Четыре Или раз Два Слушай Я тебе не советую С ним в моргалке играть Проморгаешься А может он Вот как-то Моргает Интерритуальный разговор Продолжается В нашем эфире У нас Дмитрий Трещанин А вот Сейчас еще Надо добавить Потому что На этой неделе Вернее На прошлой же неделе Такого Андрея Титова Кажется так У него имя Ну Титов его точно зовут Это Мужик Барон Сибирский Лебедев Андрей Титов Получитель Спартака Кто это? Дмитрий Кандидат партии Роста Партии Роста Гарик Партиростян Да Конечно Кто такой Титов? Титов А что Титов? Я искал про партию Роста А что Титов говорить? Короче На прошлой неделе Стало известно Что Был пойман Заказчик Убийств Этот человек Был скандал год назад Когда Пригожин стал кататься По колониям И через несколько месяцев Издание Ленинградской области 47 News Сообщило Что чувак Который заказывал убийство Своих Каких-то родственников Партнеров по бизнесу Он оказался в Турции С тюрьмой Прямиком И сейчас Ну и тогда Они поверили Потому что Никого еще не успели помиловать И думали Неужели Пригожин Приторговывает Помилованиями От Владимира Путина Так И этот человек Андрей Титов Андрей Титов Он оказался на свободе И его поймали За то, что Он заказал новое убийство Оказавшись на свободе Через ЧВК Вагнер Не ослужив там полгода И знаешь, где его поймали? Где? На сеансе Кинематографическом Фильма Убийца Цветочной луны Понимаешь? Это хорошо Гениально И в неделю Когда Патрушев Возможно Сообщает сам Что он заказчик убийства Ловит Заказчика убийства Как его называет Издание 47 News Красавчика Пригожина Все скорится? К чему все это? Да, спасибо А это к следующему вопросу Что все построили масоны Дмитрий, пожалуйста Я про масонов через один А пока хочу тебя спросить Я, насколько понимаю Недобитая Тусовка Вагнера Злится, что Нет нормального расследования Они Смущаются Говорят Как это так? Кто убил-то Пригожина? И вот теперь Wall Street Journal Про это пишет Нет 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 Но они хотят Я видел, что там Какие-то шмешки Слушай, а они не читают На языке Про ботителей Кого не завтра? То есть Они не удовлетворены Что такие О, наконец-то Найден убийца Сейчас мы до него Доберемся Но есть же какие-то Переводы в конце концов Гугл-переводчик Есть переводы стрелок Типа Но сейчас его Если это там Зеленский А, это Патрушев Не-не-не Это не может Это не может быть Правдой Мы в это не играем От эксперта Хотел услышать Рептилоида Что ты хотел услышать Как бы Что Они как реагируют На это Вот Вагнеровское Недобитое Отребие Они рады Что Wall Street Journal Расследовал Я не видел Вообще Ни одной реакции Вообще Может быть Я не туда смотрю Не, ну там была У этой самой У Кашеваровой Очень тупой текст О том, что Мы знаем Что ничего не знаем Потому что Пригожин Он не мог быть Предателем Но из-за украинцев Он не мог быть Была третья версия И как бы То есть Она первый абзац Обсирает заметку Wall Street Journal А потом Как бы говорит А я тупица Кстати говоря Он говорит Она На самом деле Я думаю Что Кашеварова Право безусловно Что действительно Была некая Третья сила Скорее всего Это были инопланетяне Они просто Почитали Евгения Викторовича Для того Чтобы организовать Вторжение У себя Где-то там Свои Межзвездные разборки Им нужен был Просто такой талант А все остальное Было подстроено Разумеется Ну вот Вот это аналитика И вот теперь К масонам Казалось бы На этих будущих выборах Будет не за кого голосовать Но На этих будущих выборах А на этих прошлых выборах Так вот На прошлых выборах Как раз было Такое голосование В 2007 году Когда выдвинулся В 2008 Когда выдвинулся Андрей Богданов И вот сейчас Радостная Радостная новость Что Андрей Богданов Выдвигается снова Для тех людей Которые спустились С той же планеты Где сейчас находится Евгений Пригожин Можешь рассказать Чем ценен Андрей Богданов И почему Давайте мы попросим У Варкина Показать фотографии Богданова У нас Они есть Четыре штуки Целые Ой какое качество Официальный кандидат 2008 года Из-под тишка Значит Это он глава Великой масонской ложи Я не знаю Чем ценен вам Он здесь Кстати на Володина Похож Смотрите А здесь На Порошенко Смотри А ты видел там надпись 290 лет масонства В России В общем Глава Великой масонской ложи Выдвигается на выборы И в 2008 году Он был не просто выдвинут Он даже попал В бюллетене Он был один из четырех кандидатов Но проиграл Занял четвертое место Из четырех Тогда было выдвигаться Можно по залогу Он внес залог просто Да По-моему он все-таки Собрал 2 миллиона подписей Лично мне он ценен Я просто Я не помню Вообще когда-то Я рассказывал Это анекдот или нет Но я его расскажу сейчас Эксклюзивно Можно сказать Лично Мне Андрей Богданов Ценен тем Что он мне должен 1700 рублей Ну наверное С учетом инфляции И процентов Уже наверное побольше Так Ты собирал подписи Это вся история Да Коллекторы трещанина Сейчас всех Будет перечислить Своих должников Нет Но вот этот долг Он просто особенный Потому что Это Как бы История была в чем 2007 год Ну то есть Начало только Предвыборной кампании Может быть начало 2008 И я тогда был стажером На телеканале Который сейчас Вот как раз Рассказывает про Рептилоидов На РЕН-ТВ И меня как раз Послали Как самого Как бы бесполезного Стажера Ездить за масоном Богдановым И у него была Кстати Его пиарщица И тогда была По-моему Катя Винокурова Вам известная Какую-то подругу Я так представил Упс Да И короче У него была Такая пиар-акция Я иду болеть За Спартак Который там играет Я не помню С кем он играл Я не футболист Разумеется И он такой Типа Вот мы сейчас Болеем за наших Наших победят А мне было Настолько дико скучно Спорт Богданов Я понимал Что это никуда Не пойдет Ни в какие Как бы Ни в какой эфир Ничего Я прошу оператора Включить камеру Подхожу к нему И говорю Слушайте Ну вы уверены Что Спартак выиграет Да Я говорю А вот Прямо сейчас Забьетесь На выигрыш Спартака Он такой Ну типа Да Давай забьюсь Я говорю Ну давайте Как бы Насколько вы забьетесь Он такой Лезет в карман У него с собой 1700 рублей Говорит Давайте забьемся Короче Мы забиваемся Спартак проигрывает И это было Очень-очень Холодно На этих трибунах Я замерз Как я не знаю Это был первый И последний матч На который я когда-либо ходил Вот Проигрывает А Богданов исчезает И долг мне так и не отдал Так Потрясающая история Увлекательнейшая просто А скажи нам Я понимаю Что сейчас все отвалили Но это про спорта Мне интересно Смотри Великий мастер Великой масонской ложи Должен тебе Ищи 700 рублей А прости А Рокфеллер Или Рошель Тебе ничего не задолжал Это для другого эфира Оставим Давай Ладно Хорошо На стрелков Ладно Слушай Расскажи правду Ну как бы Это звучит как Ну то есть Это все равно что Глава Осторожнее молодой человек Знаешь Ложи Рептилоидов Выдвигаются Подожди Подожди Во-первых Во-первых Вы Вот Вообще не с тобой начали Начнем с того Что вот когда Выдвигалась Дунцова Через день после этого Или на следующий день Выдвинулась Светлана Лада Русь Да Она же Светлана Пиунова Вот И уже в принципе Складывается хорошая конкуренция Между Светланой Пиуновой И Андреем Богдановым И я надеюсь На самом деле Что и остальные Кандидаты Вскроются тоже Как какие-то Вот Например Николай Харитонов Это как раз Кандидат Тамплиер Тамплиер Вот Слудский Слудский Разумеется Он Иллюминат Кто у нас там еще Ну Деванцов У него своя секта Фаберлик Это вот как бы Он Фаберлик Да Все распространение Сидевый маркетинг Харитонов Харитонов У Путина есть своя секта зетников И у нас абсолютно классные Септанские выборы То есть у нас вот как бы Есть такие вот Харитонов Харитонов кто? Харитонов Я же сказал Еще раз Тамплиер А тамплиер Спасибо Конечно Тамплиер А почему он там Тамплиеры Разве аграриями были Или что я не понимаю Раскидай Говорили у нас Ну вот он аграрный тамплиер Колхозный Колхозный Как говорил один мой друг Общество Тули В нашем ауле Ну вот примерно так Потрясающе Да Просто Лада Русь Это как раз Человек У которого контакты С планетой Нибиру Как известно Ну и я думаю Она больше всех Вложила в своей жизни В борьбу с рептилоидами С нашественным рептилоидом Да И мне кажется Да Они могли бы Сделать коалицию Так сказать Блоки сейчас Запрещены По законодательству Тем не менее Они могли бы сделать Вот просто для регистрации И у Богданова Есть широкий опыт Для регистрации Чего угодно На российских выборах И у них мог бы быть лозунг С Лада и Русь В бюллетень прорвусь Да Как бы То есть С Лада и Русь Вообще в принципе Можно чего угодно Рифмовать Да Потому что Я думаю Что простор здесь Просто необычайный Ребят Так что мы В принципе Мы на пороге Великой Величайшей Политической компании Где Одни Сумасшедшие сектанты Будут валить Других Сумасшедших сектантов Я считаю Что масон Богданов На самом деле Я считаю Что масон Богданов Вверх адекватности На фоне Владимира Путина И если Выбирать между Путиным и Богдановым Я извините Я за Богданова И прическа Выбираю Не задумываясь Да Спасибо Господи Ты это понятно Почему выбираешь Не задумываясь Масоны Должны быть Друг с другом Само собой Это факт Это факт Смотри Ты видел Новость о том Что Красовскому Подурнело Поплохело Ну Бывает Новый год Много кушают Люди Я тоже Сейчас поел Да Это прекрасно Наконец-то Ценная информация Ты считал Что он Возглавлял Последний год СМИ У которого В среднем По 100 просмотров На ютюбе Называется Консерватор Да Конечно Они это делали С таким Товарищем Который В интернете Известен Под кличкой ЕСД Я не буду Расшифровывать Вас забанят На ютубе Егор Станиславович Холмогоров Это такой Как бы Учитель Учитель Очень многих Ультраправых Мыслителей Егора Кашина Вот этого Все говно Вот И Соответственно Как бы Он Решил Скасовским На деньги Кремля Делать такое Медиаконсерватор Это по-моему Уже не первый Медиаконсерватор Который он делает По-моему До этого Кстати Да Была газета Была газета Которую В Петербурге Издавал Бывший парень Ксений Собчак Вот Да А может быть Еще По-моему По-моему У них было с этим Как его там С Крыловым Покоен Какая-то Такая же Слушай А там Даже Дмитрий Быков На самом деле Поучаствовал В той газете Она Была такая Любопытная Ну а дали Ну как бы Дали денег А сейчас денег нет Я не знаю Почему денег нет Видимо Все ушло На как бы Я даже не знаю Куда могли Уйти деньги Хорошо Я просто понимаю Меня поразила Как бы Фраза Потому что У них оказалось 100 сотрудников В штате И вот Они делали Выпуски Которые иногда По 100 человек Никто не смотрел Вот Ну и начали запинывать Холмогорова Вот все вы толпой Да Значит как бы Издеваетесь А Холмогоров На это ответил Вообще Во всем Что я делаю Дорого стоит Только одно Это в ответ Почти всех Других 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 Талантливых Людей Делать Не в состоянии Вот просто Вот просто Шепелин Вот зачем Ты издеваешься Надо мной Над зрителями Вот просто Любое защитование Холмогорова У тебя мозг У тебя мозг У тебя мозг уже не способен Воспринять такую информацию Да Так настроена твоя Защитование Любое цитата Холмогорова Необратимо Повреждает мозг Вот это правда То есть Вот ты сейчас Нанес просто Ущерб Там Минус 3 IQ каждому Ладно Иди Выпей что-нибудь Психотропное Пожалуйста Восстанови Нейронные связи Дмитрий Спасибо Что состояла нам Компанию Пока А Подожди Давай еще Новогоднее что-то Какая у тебя Конспирологическая Теория На будущий год Вот что Будет повелевать Умами И может быть Что уже твоим умом Завладело То есть Какой заговор Будет управлять У вас на сессии Студенты спрашивали Такие вопросы Напоследок Ага Слушай Ну как бы Да Вот так вот Сформулируй Конспирологическую Теорию За 5 минут Так К сожалению Не работает Ты знаешь Вот как бы Вот что меня Увлекает На самом деле Вот к вопросу О сектах Сейчас очень многие Пишут о том Что вот Социальные сети Вот эти вот Как бы Информационные пузыри Они действительно Создают большой простор Для социальных Манипуляторов Для Конспирологов Для Фейк-ньюз И вот это вот Все Мы действительно Это видим Это происходит И при этом Действительно Обвиняют Говорят Что вот Из-за того Что соцсети Интернет Вместо того Чтобы принести Людям знания Он принес Им Вот это вот Стал Сделал более доступной Всякую Конспирологическую Чушь И это правда И здесь И здесь как бы Стоит Об этом Всегда помнить Что как бы Интернет Он такая штука Бояда Острая Но при этом Я вспомнил Что там В 80-х И даже раньше В 90-х годах Была куча Всяческих Абсолютно Невероятно Идиотских Сект Которых Сейчас мы Не видим Ну Я например Я не знаю Белое братство Юсмолос Например В России Было Или там В Японии Аумсинрикю Или еще Какие-нибудь Секты Которые В том числе Занимались Массовым Насилием Над своими Собственными Прихожанами Убийствами Коллективными Самоубийствами Между прочим То есть Вся эта шиза Она была И она Получала Массовый охват Без всяких Соцсетей Вот И если Как бы И если уже Говорить о том Что Чего действительно Стоит бояться Это о том Что Эта мода Вернется Каким-то образом И уже С использования Соцсетей Начнет Ну как бы Начнет Эксплуатировать Каким-то образом Но честно говоря Я в этом плане Оптимист И если этого нет Это значит Что Скорее всего Это В нынешних Современных Реалиях Как раз Благодаря интернету И не получится Потому что Раньше такие вещи Прокатывали на ура А теперь уже Не прокатывают Вот это вот Наверное Самый позитивный Прогноз На 2024 Хотя Черт Как бы Мир Амбивалентен Это вы С Холмогоровым Абсудите Ладно Давай Счастливо Спасибо Икона нашей передачи Дмитрий Трещанин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому